итак у нас тут началась игра сразу же счет 0-0 по идее это ножи потому что потому что ножи илматикс фэйс я кто кого зарежет то кого на цели ушла заруба на коврах у нас там и тут 3 в 3 ну скиллматикс выглядят посильнее уже на ножах по одному по одному играет команда фэйс не очень правильно на самом деле на инферно очень ой-ой-ой как ситуация один в один в итоге и дабл трабл у нас красный мог отдать эти ножи но тем не менее тем не менее выигрывает команда скиллматикс скорее всего они перейдут за дефэнс да вот они просят дефэнс поэтому поэтому быстренько у нас все меняется так хэв хэв ну насчет инферно могу сказать что очень важно тут на самом деле начинать за дефэнс психологическом плане потому что дефэнс явно легче наверно преимущество так 60 к процентам ну очень часто мы видим счета тут 12 3 12 и очень давит это по морали хотим ели тем временем уже у нас один из игроков фейс дал другому голову 65 хп у риза у нас остается какой-то смог на зелень у нас полетел отрезать ли левый центр и соответственно у нас идет атака под а плен скорее всего да флешка летит и выходят у нас игроки тут у нас принимает охотник зелень и полный прием у нас ребер остальные выходят у нас по коврам размен 3 в 2 панчер на самом деле неплохо сыграла у нас команда дефэнса но сразу ответочка у нас такая себе пошла атакующих панчер отличные хэдшоты слр и панчер включим у нас панчера как он сыграет ситуация теперь 2 в 2 на самом деле диффэнс должен убрать этот раунд теперь далеко уже не должен ничего никому потому что позиции у нас хорошие заняты и не знаю получится слр минус ситуация один в один при этом диффузов у нас нету игрока защиты панчер один в один будет пробовать что-то сделать карьер но тут уже на самом деле без шансов для него ситуация складывается для нас время вы делать этот отличный хэдшот отлично отлично так кс тише кс сделал я кс потише надеюсь сейчас все нормально у вас итак счет 1-0 фэйт ю я берет пистолетный раунд отличная игра от панча на самом деле тактически было все у них провалено но индивидуально просто ковры выпрыгнули и развалил развалил у нас панчер теперь выход на главку тут у нас прием сразу три игрока диффэнса но не помогло им это чисельное преимущество и соответственно панчер у нас опять ставит бомбу один игрок защиты остается фейскрак будет пытаться отстреливать в библиотеке не попадает он сбок игроку команды сейт под ником people и соответственно счет 2-0 и так счет 2-0 команда скилматик и спорс пока что проигрывает защите как я напоминаю же ребятам из фейсуа нужно набирать максимальное количество раунд потому что защита на инферно это конек любой хорошей команды соответственно играть за защиту намного легче игроки у нас скиллматик сделать такую засаду на главке под флешку на срывается на ребра и пытается отстрелить игроков возле ямы делается размен один в один и неплохое начало для защиты в этом раунде итак ситуация 4 в 4 3 игрока у нас находится под b1 под главкой возле дома пока что не спешат ничего делать фейсуа при этом у защиты 2 на б 2 на 2 на хорошо сидят в песках и не высовывается играют на себя закрыто в принципе правильное решение вот неудачно на сумел к умер кевин это может сыграть плохую шутку но при этом у нас игроки на заходят через дым соответственно защита у нас никуда не смещается из-за этого дыма девайс у нас появляется у хэдфоунджера он умирает кровен охотник делать минус минус 2 от охотника ну и тут ситуация 2 в 1 при этом бомба стоит и нужно брать уже защите раунд потому что дефузов нету нужно спешить отличный хэдшот от охотника минус 3 и скорее всего он успевает дефузить бомбу я вот сам теперь ничего не слышу дефузит бомбу у нас охотник и отличные три минуса хороший раунд для диффанса но он не стоило фейс на самом деле кидать во первых там дым потому как из-за него игроки защиты полностью никуда никто не смещался в песках при этом был успешный у нас минус под б если бы не кидали они дым то скорее всего кто-нибудь из песков начал бы смещаться но тем не менее охотник отличная судьба с по 250 и соответственно соответственно 21 панчер панчер делает минус сразу же у нас такой агрессивная игра кстати бинт 0 слот 10 чтобы я могу включать панчера но бинт 0 слот 10 да включая панчера теперь и панчер умирает у нас как раз коврах ситуация 4 в 4 тактически у нас пока все ровно заходит команда атаки у нас через правый центр тут у нас охотник на сигарете сразу размин ситуация 3 в 3 headphones у нас списках и мы кинули в дым и соответственно никого не видит удобная для него позиция но все aterást река спрятались видно только головы не попадают нас headphones ну и тут наверно надо включать уже игроков атаки хорошая оппозицион нас пита логаникую в малых песках Щель, все у нас заходят на плен Ну и тут хорошая игра Хорошее выбивание от диффенса Неудачно у нас играет Пипл Занял он достаточно неплохую позицию Но сыграл он, так мягко сказать Не очень хорошо 2-2, 2-2, бомба стояла И скорее всего у нас позволит себе команда фейф Покупать, но нет Не хотят они Не хотят они делать волевой бай Хотя возможно стоило, так как игроки Защиты скорее всего Да, вот дают дропы И поэтому взяв бы этот раунд Они полностью сломали бы экономику Диффенсу, но не захотели покупать Купили просто П-250, флешки И Рашет Б, причем Рашет У них не совсем собранный Они как-то Сильно в разброс шли Но при этом делают свои 2 минуса Ставят бомба При этом Сайберфокус не совсем Взял тот девайс, который нужен был Он мог взять девайс на кафеле А Пипл взял бы другой девайс Но они вообще решили не подбирать Вот это вот оружие Хотя оно, возможно, лежало и не совсем удачно Не помню, был ли тут дым или не был Но теперь у нас Пипл Дает хедшот сразу же на кафель Отличная ситуация Тут уже все зависит от Как раз Того, насколько слаженно сыграют Игроки защиты Давят у нас Пипл А Пипл не попадает Опять Не попадает в соперника И раунд для Скиллматикс Отличная эко Хороший удар по экономике Защите Теперь вынуждены Они будут опять тратить деньги На девайсы Ну И соответственно По экономике Мы видим, что Если Скиллматикс Проиграет этот раунд То Возможно Возможно У них не будет денег на следующий Хотя вот У Трабла и Охотника Денег Есть И на себя И возможно На дроп Тиммейту Так Ну Я надеюсь, что сейчас игра немножко Успокоится Пока что у нас Игроки команды Тэй занимают Ложность Занимают окна Не торопятся ничего делать В защите у нас Один игрок Сразу закрытый Под Б Бананы не чекают Ну и тут у нас Сразу же идет От команды Тэйф Опять Выпад На ребра Игроки защиты у нас Как раз стоят на ребрах Охотника слеп Не отходит он Интересная игра От охотника А слеп не отходит Мог сразу же умереть Но Не убивает его Игроки защиты Проходит через 7 Он же правый центр И занимает Плант Откидывает грамотно И смоки Отрезает полностью защиту Ну и тут у нас У защитников Не все так Сладко Потому что Все игроки Атаки заняли И Плант И Пески Такая ситуация Очень тяжелая И напряженная Для игроков Диффенса При этом еще занята Тюрьма Ну и тут Хорошую роль Может сыграть игрок В коврах Но его замечают Из тюрьмы Кальвин Отличный минус Сразу Размен Добивает Кальвина Ну и тут охотник Уже Сейвит Извините Я называю Кальвин Называю Кальвин Он Кавин Просто Кавин Ззз Кавин Я пока что Не очень знаком С игроками У нас Этой командой Путаю Ники Незначительно Три-три Три-три Скилматикс Из Спортс Показывают Очень неплохую Уверенную игру Но Но Этот раунд Они отдали Быстрый выпад Под Флешку На главку Показала у нас Команда Фейт ЮА При этом Сразу же Они сделали Размен На шестерки И заняли Полностью Плента При этом У нас Решили покупать Игроки Защиты И вот Сейчас Охотник Попробует У нас Убить Человека В яме Промазывает Промазывает Охотник При этом У нас Идет Прострел Коврах Суется На прострел Этот No Headphones Gaming Видимо Он без Наушников Играет Этот человек Рискует Рискует Своей смертью Но при этом Его не Простреливают Чудом Его не Простреливают Вся команда Атаки Подходит Под Б-плент На Б-пленте У нас Два игрока Защиты Кидается Коктейль Между ящиками На 0 Вот такой Вот сюда Соответственно Кавину Там придется Кевину Не совсем Сладко Фейскрак Будет врываться Под свои Флешки На кафель Не совсем Удачный Тайминг При этом У него Бёрст Файр Вместо Обычного Кавин Делает Размен Но тут Уже Бомб Плент Б-зает Единственный Плюс Что Фейскрак Занял Позицию Под 90 Но и умирает Хотел Уношить Бомбу Но Не совсем Удачная Игра От игроков Диффенса Что Можно Сказать Заставляют Они Сейвить Своих Тиммейтов Скорее Всего Сайберфокус У нас Делает Килл На Рес Ну и тут 2 в 3 Я б На самом деле Не шел Не шел Уже Но Решает Команда По другому Счет 4-3 И это Эко-раунд От Скилл Матикс Это Эко-раунд От Скилл Матикс Делают Они Агрессивный Выпад По банану Тут И принимает Пипл Отличный Спрей Делает Минус 2 Дальше Видит Еще Но Стреляет Ну и Дабл От Сайберфокуса Дабл От Сайберфокуса Счет 5-3 По Экономике У нас У Диффенса Все более Менее Наладилось Они Могут Сейчас Покупать По Фрагам Первый У нас Но Хедфонс 9 На Последнем Месте Фейс Крэк С двумя Ну и Фейс Команды Пипл На Первом 11 Вся остальная Команда Идет В принципе Очень Ровно СЛР У нас На Последнем Месте С 5 Фрагами Сайберфокус Минус Сразу На Главке Тут У них Война С Охотником Продолжается Охотник Играл Очень Агрессивно Выходил Крайне Близко Пытался Видимо Отстрелить Игроков Команды Атаки Уже На Ложном Центре Но У него Это Не Получилось Фейс При этом У нас Сразу Подходит На Главку Делает Раскидку И Будет Заходить Через Левый Центр Тут У нас Просто No Headphones Прошивает Делается Сразу Размен На Дуге Фейс Крэк Размен Ситуация 2 в 3 И Зажимается У нас Полностью Б Пленд Остается У нас No Headphones Trouble При этом Оба игрока Действуют С банана Быстро Кидают Флешки Понимают Они Где В принципе Находятся Игроки Атаки Ну И Тут Все Зависит Уже От No Headphones Ой Забыли Они Кинуть Дым Направо Решили Кинуть По-моему Смог От 90 Если Это Их Был Смог Ну И Тут СЛР Показывает Отличную Стрельбу Так Нави У нас Ребята Будут Играть Только Уже На Финале СНГ Отборочных А Финал СНГ Отборочных По-моему Через Несколько Недель Пройдет Тут Такая Закрученная Система Это Вторые Всего Лишь Отборочные СНГ Две Команды Которые Проходят Финал Походят В топ 8 Вот Отборочных Где Будут Собственно Участвовать Нави Но Через Пару Тройку Панчер Делает У нас Первый Минус Экораунд От Дифенса Заходят Просто Команда Своей Через Главку На Правый Центр Падают В пески Занимают Бомб Лента Играют Достаточно Агрессивно Раскованно Ни в чем Себе Не отказывают Так сказать Тут У нас Кавен С Иглом Хороший Фраг Будет Пробовать Убить Еще Одного Но Умирает 7 3 Счет Есть Деньги На Бай Раунд У Игроков Дифенса Итак 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 Дорогие Друзья 7 3 Смогут Ли Скиллматик Что-то Противопоставить Ребятам Из Фейс Пока Что Фейс Смотрится Достаточно Уверенно Играет Агрессивно Засада У нас От игроков Скиллматикс На Дуге При этом У нас Агрессивно Играет Человек Коврах Он Сразу Заплатил За Эту Агрессию СЛР Отличный Фраг АВП На Дуге АВП На Дуге Позволяет Отойти Хелпающему Сразу На А Тем более У нас Там Умер Человек И Посмотрим Будут Ли Просто Заходить Игроки Отличный Фраг От Кевина Сайбер Фокус Возможно Не ожидал Увидеть Снайпера На Дуге Ну И Совсем Не Очень Хорошо Сыграл Тут У нас Опять Сразу Идет Раскидка Бомб Лента Панчер В коврах Ну И Смотрим Как У нас Сыграет Игрок Защиты Не Очень Сыграет Дабл Трабл Но Охотник Его Разменивает Фейскрэк Перестрелка И Фейскрэк С пистолета У нас Забирает Последнего Атакующего Четвертый Раунд Четвертый Фраг Для Команды Скилл Матикс Счет 7-4 Дают Дропы Дают Дропы И Для Фейтью Это Не так уж В принципе Печально Потому что По экономике Они далеко Впереди Ну а По Фрагам Общекомандным Они ведут 7-4 Отличный Счет В принципе Позволяет Себе Более-менее Раскованно И агрессивно Играть Тут Нужно Очень сильно Постараться Игрокам Команды Скилл Матикс Тем не менее Риз Отличные 2 фрага Скилл Матикс Сделали 3 дуга Но Террористы Сломали Этот план Поломали И Хорошую позицию Уже занимают Игроки Команды Фей В частности Риз Играет В церкви Близко Тут он Скорее всего Чуть-чуть Очень рано Начал стрелять Но не понимают Где он находится Плохая стрельба В исполнении Риза И Не смог он добыть Для своей Команды Этот минус Односторонний Прошив У нас забывает СЛР Сшил В ответ Но Скорее всего Там уже нельзя Никого прошить Ну и ситуация 2 в 1 Дабл трабл Против двух Игроков Атаки И принимает решение Он сейвит Дает дым Но на него Выходит СЛР И убивает 8-4 Очень все плохо Нет денег У Скиллматикс Итак Дорогие товарищи Эко-раунд В исполнении Скиллматикс На самом деле Были проиграны Этой командой Ключевые Очень важные Считай Раунды За защиту Достаточно Раскованно Играет Фейв Но при этом Они не особо Занимаются Контролем Всей карты Просто Подходят Под точку А или Б И делают Свои отработанные Раунды Ну а Скиллматикс Проигрывает Именно За счет того Что дают Эти раунды Им делать Играет Полностью Под дудку Террористов И при этом Вот еще Не очень У нас Хорошо Стреляют Игроки Команды Скиллматикс Не всегда Они попадают Над Аспектом Стрельбы Стоит еще Поработать Немножко Счет 9-4 Фейв ЮА Впереди Так Возможно Я могу Ошибаться Еще раз Повторяю Немножко Почитал В комментариях В никах Потому что Я с данными Командами Абсолютно Не знаком Первый раз Экстримлю Но Если они Будут часто У нас Участвовать В разных Турнирах То я Обещаю Вам Узнать О них Намного Больше Итак Команда Фейс 9-4 При этом У нас Решили Покупать Скиллматикс Охотник У нас С дробовиком На главке Ну Фейс Как мы видим Ничего нового На мне показывает Опять они Подошли Под главку Кавин Делает Минус СЛР Так Где у нас Играет Кавин Кавин У нас Под Б Делает Видимо Минус Охотник Ослеп Никто его Не проверил Не попадает Панчер Отличные Два Минуса Очень хорошо Играет В этом матче Панчер Постоянно Вовремя И точно Он стреляет По своим Соперникам Ну Ну и опять Заставляет Команду Сейвить Хотя Вот Не собирается Не собирается Так легко Заваться Ребята Из Скиллматикс Но Видят Что Никого У меня Стрелить На зелени И решают Все таки Отходить Сейвить Так как Следующий Раунд Будет Уже Последним В первой Половине И соответственно Нужно Сейвить Скиллматикс Пытается Отстреливаться Получается У него Убить Одного Пипла Но Это На самом деле Уже Не так Важно Для Террористов Как Важно Сейвить Именно Для Игроков Диффенса Потому что У них По деньгам Вообще Все Очень Слабо Но Игроков Атаки По 16000 Было Только что И так Счет Здесь 4 Последний Раунд Первая Половина На Инферно Напоминаю Этот матч Бест Тов Три Поэтому После Окончания Никуда Не расходитесь Далеко Мы Посмотрим Следующую Карту Подходят Игроки Фейс Под Б Плэн Готовится Прокидка Стандартная Коктейль На Двойку И на Ноль Между Ящиками Но Не совсем Уж Понадобятся Эти Коктейли Так как Уже До выхода У нас Фейск Умирает Снайпер Разменивает Панчер Отличный Хэдшот Стандартная Прокидка Дымов На 4 На Арку И Соответственно Все игроки Защиты У нас Просто Гибнут Остается У нас Дабл Трабл И Но Хэдфоунс Но У них Все Не так Сладко Дабл Трабл Размен Подбирает Паузы У нас Никакой Не будет Сразу Скорее Всего Обеих Команд Начнут Играть Одну Минуту Просят Подождать Команды Ну и Тогда Мы Уйдем На Небольшую Рекламную Паузу Оставайтесь С нами Продолжение следует Так Мы снова Здесь Началась У нас Игра Отжали Команды Фаузу Не прошло Одной Минутки Все Закончилось Достаточно Раньше Но Благо Я это Во время Заметил Счет 1-4 Очень важный Пистолетный Раунд Для Скиллматик Смотрим Что они Делают Они Просто Решают Рашить По Коврам Тут Сразу Ж Дают Хэдшот СЛР Ну На самом деле Все Очень плохо У этого Игрока Отличная Хэшка В ковры Охотник Заходят Они Через ковры И правый Центр Через Семерку Ну и тут Уже Будет Ставить Бомба Полностью Расстреляли Они команду Сейс Ну Видите Не всегда У нас Получается У диффенса Принимать Эти Быстрые Атаки Связано Это С тем С явным Преимуществом Глака В движении То есть Можно Двигаться И стрелять Мобильность Углака Действительно Выше Скорострельность Поэтому Собственно Счет у нас Становится 11-5 Не смогла Команда Фейс Взять Пистолеты Но Я не думаю Что им Стоит Печалиться Так как Впереди Не намного Раундов А Защита Тут явно Сильнее На Байраундах Соответственно Если они Парадемоцируют Слаженный Четкий Диффенс У них Пансы На победу На этой Карте Панчер Как же хорошо Играет у нас Панчер В каждом Раунде В этом матче Мы увидим Видим от него Практически всегда Какой-то минус Ну и решает У нас Отойти С планта Б Команда Скиллматикс И заходить Будет уже На А На А Тут у нас Принимает Всего лишь Один игрок Защиты СЛР По-моему Да Умирает он Сразу в песках Ну и тут Сайберфорк Остается Один в четыре И будет пробовать Отобрать у кого-то Пушку И так И так Не получилось у нас Отбирать пушки В этом раунде По экономике У Фейт Достаточно все Дефолтно Для Третьего раунда После проигранных Пистолетов Кто-то решает Покупать у нас П-250 В частности Панчер По-моему Рис у нас Купил 5-7 И СЛР Остался С П-2000 Нет Тоже купил П-250 Пока еще Не совсем Не понятно По иконкам Пистолетов У кого-то Пистолет У нас Занимает Занимает По 90 Отличный Берс От Кевина Ну и тут СЛР Уже 1 в 5 Будет пробовать Что-либо Сделать Получает Он также Хэдшот Ну и Крутой Крутой Раунд Уверенная Играет Скиллматик Счет 11-7 Счет 11-7 Итак Дорогие Друзья Первый Байраунд В исполнении Команды Фейс За Дефенс Посмотрим Что они Смогут Сделать Тут Сразу У нас Агрессивная Быстрая Игра Блин Как же Уверенно Играет Команда Скиллматик Несмотря на счет В первой половине Просто под какие-то Флешки Давится Сразу Зелень И вот тут Уже Зависит Будут ли они Синхронно Выходить Действуют Они Достаточно Синхронно Ноу Хэтмон Сделает Свои минуса Рис Отлично Отвечает С планта Ну и тут Не хватает Попросту Патронов Игроку защиты Играл бы он С кольтом Без глушителя Возможно Все бы получилось И сделал бы он Минус 3 Но Теперь ситуация Опять же 2 в 2 Сайберфокус С АВП Ну и тут Не нужно У нас Никому Просто лезть И игрокам Атаки Обороняться Обороняться И сдержать Бомблент Дабл трабл Такая вот Уверенная позиция Сразу Минус От него Ну и второй Отличная игра Скиллматикс Фаст раунд Не смогли Ничего сделать Игроки Команды Фейтс Они просто Не ожидали Такой наглости Лично я Не очень часто Вижу Вот именно Такие Быстрые раунды За атаку Быстрый зажим Со всех сторон Ну Как мы видим Тут он Принес Свои плоды Нашим ребятам Фейс ЮА Тем временем Опять сливают Теперь уже Все покупают Пистолеты Кроме Сайберфокуса Сайберфокус У нас Я так понимаю Снайпер В этой команде И ему Будет не так уж Легко Сдержать Игроков Атаки Рис Первый минус От него Делает он Подловил Он кого-то На ложном Собирает сразу Инфу Понимает У нас Команда Фейтс Куда именно Может строиться Атака Но тут Главное Чтобы панчер Не умер И тогда Возможно Получится Взять АТ-эко Подтягивается У нас Вся команда Атаки Под бэплэн Тут у нас Только панчер Очень грамотно У нас Как я уже отмечал Будет заходить Команда Скилматикс Они под Минимальное Количество Гранат Без флешек И там Без хаешек Заходят Их не ловят На банках Ориентируются Они просто На свою стрельбу Ну и ставят Бомбу Ситуация Трифтри Правда Два игрока Команды Фейт У нас Находятся Красными Размен Размен ЕСЛР по 90 Делает минус Отличный Второй минус От СЛР Ну и тут Ситуация Один в один Если у него Дефузы Нету Но бомбу Можно минировать Достаточно удобно Теперь он Действует И отлично Отличная игра ТСЛР Посмотрим Успеет ли он Разминировать бомбу Времени у него Не так много Четыре Три Два Не успевает Не успевает Последний момент Последний момент Команда Фейт Теряет Своего игрока Ну отличная Атака От СЛР Молочинка Экономика Чуть-чуть Пошатнулась У Скиллматикс Но Как мы видим Не совсем Она пошатнулась Для охотника И Фейс Крека Однако И от Ну В зависимости от Последующих раундов Команда Фейс Возможный Возьмет Лидер со своей руки Отличный минус От Панчера Поджали они Банан И теперь команда Фейс В большинстве В большинстве Счет 11-9 При этом По охотнику Уже кто-то попал Увы Этого не заметил Кто Вот такая Курочка Ряба Выходит У нас На прицел Охотнику Со своей Шапочкой Мешает Мешает Она ему Контролить Главку Сейчас Сдадут Нервы Он Расстреляет Всех Куриц На что Сразу же У нас Подадут В суд Гринпис Пока У нас Фейс Действует Достаточно Уверенно Контролят Главку Под Смог Не дают У нас Агрессивно Сыграть Террористам Сейчас Смог Проходит При этом У нас Уже Раскидывается Главка Террористами Посмотрим Смог Если они Что-либо Сделать Выходит У нас Игрок Из дома Ну И тут Семерка Смотрим Как сыграет СЛР В Больших Песках И очень Важная Позиция У него Очень Хорошая И важная Позиция Скажем Так Ну Тут На самом Дели Тяжко Тяжко У нас Будет Угрокам Из Скиллматикс В этом Раунде Но Кавин Делает Отличный Минус Его Сразу Разменивает Ну И Пипл Завершает Уже С планта Счет 12-9 Отличный Раунд Для Тейсюа Ну И Вот То Чем Я Говорил Уже Если Опять Команда Скиллматикс Нужна Полностью Закупаться И Уже На Следующий Раунд Если Они Не Поставят Бомбу Скорее Всего Им Придется Делать Экономический Раунд Или Сливать Сайберфокус Отличный Минус При этом Как мы Видим Был Дым На Главке Но Тем Не Менее Удалось Ему Попасть Потому Что Вот Такая Вот Щель Была Допущена При этом Слр У нас Сразу Умирает Агрессивная Опять Игра От Ребята Из Атаки На Самом Деле Сайберфокус Должен Был Давать Инфу И Тем Более Они Понимали Что Раз Он Сдел Минус На Главке То Возможно Быстрый Пуш Но Тем Не Менее Играют Они Индивидуально Они Очень Хорошо И Просто Отличная Опять Раунд От Скиллматикс Очень Уверенная Агрессивная Игра Хочу Это Отметить Ну Мне Нравится Мне Нравится Их Стиль Они Не Ползают Не Вычисляют Рассчитывают На Свою Стрельбу И Пока Это У них Получается Так Ну А Фейс У них Очень Плохо Все С деньгами Пиплу Надо Пробовать Будет Отстреливать Кого То И Сейвить Ну И Соответственно Как и Большинству Этой Команды Тем Временем У нас Скилматикс Опять Проходит Через Зелень Быстро На Взаимном Прикрытии Остальные У нас Давят Семерку И Выходят Ковры Зажима Зажима Ну Что я могу Посоветовать Да Вот Произведя Быстрый Анализ Это Как-то Поувереннее Играть Игрокам Защиты Кидать Сюда Всегда Дым Отфлешивать Заходы Кому-то Сидеть В нычке Явно Нужно На флешках И Когда Делается Этот Быстрый Фуш Отфлешивать Флешками И Принимать Всех На Главки Ну Или Другой Вариант Угадывать 4А Или Играть Более Закрыто Например Ставить Снайпера Вот сюда Чтоб он Делал Свои Минусы Зелени Тем Временем Опять У нас Кладут Дым Сами Игроки Атаки Сайбер Фокус По-прежнему Делает Сразу Сус Минус Для Команды Отличные Энтри Фраги От этого Человека Ну Не Только Энтри Он Еще И По Своим Любит Стрелять Ну Бывает И Такое Ситуация 4 В 2 Как же У нас Играет Охотник С Кавином Кидает Дым Но Тут Рис Уже Поджал Дом Ну И Охотник Остается Ситуацией 1 1 Против Четверых Кидает Вот он Такой Дым Посмотрим Куда Этот Дым Ложится Вот Такой Дым На Плюс Возможно Он Хотел Чтоб Этот Лег Наверное Здесь Но Сам Не знаю Того Сделал Себе Хуже Так как Два Игрока Защиты Его Смотрят Промахивается Сайбер Фокус Есть Инфа По Охотнику Не Ожидает Он При Этому Еще Коль Справа Ну И Пипл Скорее Сего Убьет Да Убивает Его Пипл Тем Не Менее Убивают Панчера Панчеру Нужен Дроп Ну И Немножко Рушится Экономика У нас Если Скинматикс Возьмут Этот Раунд То Опять же Не совсем Будет Хороший Бай В следующем Потому Что Видите И у Панчера И у Риза Нету Денег Ну А Остальным Ребятам Добавят 1400 И Соответственно Им Хватит Только На Фамасы Счет 13-11 Faith You А Впереди Игра Защит Ну Отличные Энтрифраги Делает Время Сайвер Фокус А тут Еще Минус 2 Видите Полностью Аннигилировал Главку Делается Размен Но Минус 2 Есть Минус 2 Напомню Я уже Говорил В своих Стримах Что Лучшим Энтрифрагером С АВП По версии HLTV Орг Ивляется Игрок Команды Navi Guardian Он Делает Чуть ли Не 0.8 Энтрифрага То есть Каждый Раунд Практически Убивает Первым Кого-то Из Вражеской Команды Отличный Показатель Ну Энтрифраги Очень важны Собственно Для этого И покупается В CSGO Часто АВП Потому что Именно Энтрифраг С него Сделать Очень удобно Тем временем Тем временем У нас Убивают По-моему Кавина Который Разменивал На Сайберфокуса В доме И ситуация 2 в 4 Очень важный Раунд Для игроков Атаки Отличный Тайминг Сейчас Могут Словить Атакующие Отличный Тайминг Но Тут у нас Рис Подходит На тридцатку Ну Видит Он Обоев Стреляет Делает Размен Остается На No Headphones Ставит Бомбу Знает Про игрока Защиты В песках Но все равно Будет Ставить Бомбу В это время СЛР Поднимается Контролит Из-за Машины Ну и Из тридцатки Пришел У нас По-моему People Иминирует Бомбу Ищут Пока Некоторые Девайсы В частности Наверное АВП Сайберфокуса В доме Будет искать Поднимает СЛР АВП И Дефуется Бомба Ну Вот тут На самом деле Конечно Игроки Не знали Какая Ситуация Но Если бы Они Все-таки Завернули В эту Арку То Возможно Могли Взять Раунд Итак Счет 14-11 Тем временем Faith.ua Немножко Выравнивает Уже Ситуацию Привычную Для нас Как бы Дефенс Впереди Но За счет Благодаря Отличной Игре Сайберфокуса В каждом раунде Он делает Нужные Минусы Тем временем У нас Идет Вот эта Быстрая Быстрая Игра От Ребят Из Скиллматикс Но Сайберфокус Готов В этот раз Принимает Такую игру Первый раз Он попадает Второй раз Промахивается Кладут Коктейль На зелень Ну и Остальные игроки Не ошибаются Уже у нас На семерке Бомба Лежит И проваливается Вот этот Быстрый пуш Наконец-то Как бы Два раза Три раза Пытались Сделать его Команда Скиллматикс И Дважды Взяла Но Но вот этот раз Был провален Счет 15-11 При этом Как мы видим Полностью Изменили ситуацию У нас по экономике Команда Фрейс Теперь у них Денег Очень много Ну а ребят И Скиллматикс Нет Они Играют С П-250 И Галилами И вот опять У нас Быстрая игра Занимает Ковры И скорее всего Это быстрая игра У нас будет Опять Под названием Зажима Убивает на борту Очень важный минус Какой размен Хороший Это матчпоинт Уже Три раунда До конца Матчпоинт На первой карте Напоминаю Счет Бест оф Три Счет 15-12 Серии Бест оф Три По поводу Следующей карты Я не знаю Какая она именно Будет Но я знаю Что она Явно будет Полуфинал Первых Второго этапа Второго этапа Отборочных Не этап Наверное Первый А отборочный Вторый Вот так вот Первого этапа Вторых отборочных Ну Система Я уже рассказывал Очень запущенная Там Несколько Вариантов Поэтому Вот так вот Тем не менее Пока я рассказывал Все это Извините Пропустил Важные фраги Игра Очень напряженная Пропускать Ничего нельзя Но Заходит у нас Команда Скиллматикс На Б Ставят бомбу Теперь у них Есть автоматы При этом Уже до конца Игры Так как это Матчпоинт И соответственно Заставляют они Команду Фейс сейвить В следующем Раунде У них будет Бай Если они засейвят Так Ну а есть у нас Теперь точно Инфа По поводу УССР Завтра Матч Будет В 19.00 По МСК Или В 5 вечера По Киеву Соответственно Будем смотреть Мы обязательно Этот матч Стримить Но У нас В этой игре Счет 15-13 Кстати Это карта Команды Фейс И у них Есть все шансы Для победы У них Матчпоинт И 2 раунда Впереди Но и Скиллматикс Играет Очень круто Уверенно В частности Первую половину Они бегали Вообще Достаточно Слаженно И Практически Сломали Фейс Но в конце Фейсом Удалось Отличный Хэдшот Отличный Хэдшот Ставят он На 4 Теперь идет Раскидка Вся команда Подтягивается Ну и тут У нас играет Один панчер Сможет ли он Ничего Он не сможет Убивают Панчера Не стоило Видно Вот так вот Политься Откидывать Гранаты Нужно было Играть Более агрессивно Но Он свое место Спалил И его Убили При фаером Игрок атаки Ну и Заставляет Опять Сейвить У нас Игроков Защиты Кавен При этом Заходит на главку Теперь я не знаю Где у нас Находится СЛР Ну и Так как деньги у нас есть У террористов Они будут Пытаться найти Игроков Дифанса Посмотрим Получится ли у них Это Находят они Одного Саверфокус Минус Ну и тут По моему Уже остальные Не идут Нет у нас Еще идет Фейскрак И умирает Ну по деньгам У нас все окей У террористов Также Дифанс Будет давать Также два Дропа Ну и Последний раунд Полный Бай обеих команд Причем Матчпоинт для Фейс ЮА Если они его берут Они выигрывают Ну или раунд На ничью Для Скилл Матикс Из Спорт Хороший у нас Матч Получается Очень равные Команды Играет Нельзя Нельзя кого-либо Выделить Аж Три Три Дыма Кладет у нас Команда Фейс Просто на главку Чтобы отдымить Этого снайпера Не допустить Минусов Тем временем Сайберфокус Теряет Тайминги Но убивает Убивает двоих Отличная игра Сайберфокуса Ай-яй-яй Как же круто Он сыграл На самом деле Скилл Матикс И этот раунд Могли забирать Но В отличные Два фрага Сайберфокус Просто выходит И делает Делает На стрельбу Ну и вся команда Перегруппировается Под Б Идет закидка Ну и тут тяжко Тяжко у нас придется Ребятам Из Скилл Матикс Заходят они в дым И прошивают Сразу же Будут откинуть Некоторые флешки Панчер делает Размен Умирает Ну и тут Ситуация 2 в 4 Дабл трабл Ситуация 3 в 2 Бэплайн занят Ну и тут Если они постараются Конечно Возможно Возможно все получится Дабл трабл Еще чуть-чуть Делает красным Игроков защиты Аркадий в 4 Делает минус Релоудится Пока что не знает Где у нас находятся Игроки защиты Зажимает И отдает Этот раунд ГГ На первой карте Счет 16-14 Поздравляем команду Сейс